В последние дни перед выборами группа известного олигарха, стоящего за одним из кандидатов, проявила излишнюю и явно несвоевременную активность, пытаясь решить свои материальные претензии к Украине через суды. Что собой представляют наши суды, мы писали не раз и даже поясняли, почему нет резона пытаться в судах предъявлять претензии крупнейшим денежным мешкам. Тем не менее, судейская среда отнюдь неоднородна, и мы бы разделили ее на две неравные части. Одна готова играть по новым правилам, если те не будут меняться и будут приближаться к европейским или американским по своей стабильности и прозрачности. И другая часть, которая ждет жирного дела, чтобы поднять сумму, достаточную на всю оставшуюся, и отчалить к теплым морям, помахав ручкой и судам, и всему остальному. Скажем так, таких судей достаточно много. И как нам не раз указывали люди из той среды, все эти годы именно судьями очень плотно занимаются люди Медведчука. Но при всем этом разнотыке среди судей, которые могут решить по любе, все же надо было выждать исхода выборов и лишь по его результатам уже принимать решение, подавать иск или не стоит. Но, видимо, решили не ждать. Но любое действие вызывает противодействие. И сегодня мы его увидели. В 21.00 6-й окружной апелляционный административный суд Киева в срочном порядке рассмотрит иск о снятии с регистрации одного из кандидатов в президенты ввиду грубых нарушений выборного законодательства. Суд обязан неотложно рассмотреть такой иск, и если он подан менее чем за три дня до дня голосования, то может рассмотреть дело в отсутствии ответчика. То есть это можно воспринимать как симметричный ответ. В суде? Так в суде. Или не мы это начали, но. Кроме того, вечером СБУ приняло заявление в отношении жены одного из кандидатов о фактах сотрудничества с оккупантом в 2014 году. Тут есть пикантная деталь. Если сей факт подтвердится, то это будет квалифицировано как тяжкое преступление со всеми вытекающими последствиями. Что характерно, речь идет о событиях пятилетней давности, которые зафиксированы в Фейсбуке. И как их не удаляй, извлечь их оттуда проще простого, ибо рукописи не горят. И главное, за пять лет можно было десятки раз обратиться в Фейсбук или в правоохранительные органы с тем, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту и пишут там всякие гадости, которые она не хотела бы видеть. Но ничего этого не сделано. Так что если этот факт действительно имел место, то это может стать большой печалькой. Но пока внимательно следим за тем, как будет рассматриваться дело в административном суде. Важно заметить, что ответ пошел той же монетой, которую на неделе с шумом грохнули на стол. Ну что ж, шуточки кончились.